Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы разберем классную партию Виктора Львовича Корчного на тему охота на ферзя. Его противником в данном поединке стал чехословацкий международный мастер Юлиус Козма. Итак, Юлиус толкает вперед ферзевую пешку, Корчной развивает коня, белая захватывает центр, на доске разыгрывается защита Немцовича. Черный связывает коня и не позволяет белой пешке захватить поле Е4. Так что Юлиус ограничивается скромным ходом Е3, открывая диагональ белопольнику. Виктор уводит короля в безопасное место, белый играет слон Д3, черный устанавливает пехотинца в центр доски, препятствуя продвижению Е4. Козма завершает развитие кавалерии, готовит эвакуацию короля, советский гроссмейстер решает проблему с трудоустройством белопольника. После двух нулей он играет слон Б7, белый меняется в центре доски и впендюривает лошадь на поле Е5. Меняться на С3 в сложившейся ситуации уже нет никакого смысла, поэтому Корчной возвращает слона в центр доски. Козма продолжает кавалерийскую атаку, наваливаясь на слона, а также на пешку на поле С7. Слоник убегает на Е7, белый атакует пешку, пехотинец продвигается вперед. Юлиус также планирует слоновый афянкет, а Корчной выкуривает коня со своей территории, дальше завершает развитие. Белый снимает с доски пару лошадей и расчищает ленью С для давления на пешку С5. Виктор Львович планирует защищать пешу личку ладьей, белый все-таки играет слон Б2, но при этом создает угрозу размена на поле С5 с последующим ударом на Ф6 и возможным выигрышем пешки. Корчной защищается от данной угрозы и здесь белым нужно было поменяться на поле С5 и сыграть Ф3, организуя игру против висячих пешек противника, а также одним глазом поглядывая на ослабленный королевский фланг. В нашем же поединке Козма допускает серьезную ошибку ладья Д1. Корчной ванзет пехотинца Славика, хватая слона за хобот. Бедные животные зажали со всех сторон, не давая ему развернуться. Приходится меняться на поле С4, но и здесь меньшим из зол было взятие именно слоном. Черные могут связать слоника и белым не рекомендуется освобождаться от связки. На ферзь Д3 последует слон Е4, дальше продвижение Б5 и после хода слон Д3 черный играет слон Д5, белым приходится отдавать либо ферзя, либо слона. После хода слон С4 черный пробивает, дальше забирает пешку и получает материальное преимущество. Отступление ферзя на поле Б3 абсолютно ничего не меняет, поскольку черный играет Б5 и дальше нападает на сильнейшую фигуру противника, как в предыдущем варианте. Но белые могли вместо отступления ферзя пойти Д5 с идеей задвинуть пехотинца Дмитрия. В случае хода Б5 белый атакует чернопольника, при взятии на поле Д6 создают еще одно нападение. Если черный забирает на С4, то белый пробивает на Д6 и получает даже некоторое преимущество в окончании. Учитывая это гораздо сильнее черным вместо взятия слона пойти слон Е7, но тогда белые нападают на сильнейшую фигуру противника и дальше уводят слона на поле Б3 с примерно равной игрой. В нашем же поединке чехословацкий международный мастер вместо взятия на поле С4 слоном съедает пешечку ферзем. Ладья с темпом заходит на открытую линию. В случае отхода на поле А4 черный играет Б5 и нельзя бежать на Б3 из-за хода слон Д5 с теми же вариантами, что мы уже смотрели. Придется очевидно белым жертвовать фигуру, но тогда после взятия и удара ферзем ладья становится в засаду, угрожая ударом на поле Ж2 с нападением на ферзя, а также на чернопольного слона. При бегстве ферзя на поле Д3 черный пробивает на Ж2, дальше отыгрывает фигуру. У черных фигура за две пешки, при этом пехотинец на поле А2 является слабым, а белый король в одних труселях бегает по своему замку. Хотя и продолжение в партии ферзь Б3 немногим лучше. Виктор Львович нападает на сильнейшую фигуру врага и скорее всего в этот момент Юлиус подумал, раз ферды твою ферды, махнул рукой и просто сдался. Дело в том, что белым нужно либо слона отдавать, после чего еще и теряется пешка на поле А2, либо уходить ферзем на поле А4, но тогда черный играет Б5, далее нападает на ферзя, играет ладья А5 и королева попала. Забавно, что через 19 лет именно так завершится партия немецких мастеров Герман Манфред Везельн Кай. Но что можно сказать по этому поводу? Изучайте классическое наследие шахмат для того, чтобы получать дармовое очко в поединках против мастеров, которые эту работу не сделали. Ну и в завершение разбора я хочу выразить благодарность за продление спонсорской подписки Эдуарду Андрею Ивлеву, Латте-Арт под микроскопом, а также Ивану Винникову. Поддержите же его видео лайками, репостом, потому что шахматы это круто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok